Привет, друзья! Как мало у нас здесь в Англии таких красивых желтых листьев. Но это вот клёны остаточные такие. А здесь еще какие-то кусты красные. Вообще, крайне редко. Поэтому вот вам показываю. Сегодня у нас понедельник, друзья, 5 ноября. Довольно тепло. После прохладного периода, наверное, целую неделю было довольно прохладно. Ночью где-то наверное, градуса 2-3 плюс. А днем 10. Вот. Пришлось уже включать отопление. Но вот сегодня у нас 15 плюс 15. И не ветерочка. сейчас с вами погуляем немножко. Я пойду сейчас своих птиц покормлю, а потом поговорим с вами. И вот осень наступила, друзья. Уже глубокая. как там говорил Пушкин унылая пора. А чьи очарования. И что-то как-то, вы знаете, вот и о чьей очарования особого нет. И настроения нет. Ну, поговорим. И вот вы посмотрите. Я в лесу хожу, ищу опят. Не могу найти. Они вам, вот они, пожалуйста. Вдоль дороги. Но здесь я, конечно, брать не буду. Вдоль дороги нельзя. Цинка много. Давно вам не показывала, как я кормлю своих птиц. Вот сейчас немножко покормим. Потому что... Ой, ну чайки. Чайки, пожалуйста. Не надо. Потому что, вы знаете, я не кормила... Ой, как больно хватается. Не кормила летом, потому что... Летом у них, по-моему, хватает еды. А сейчас... Вот не люблю я чаяк этих, друзья. Сами понимаете, да? А я иду за хлебом. Они ко мне все бегут. Вот это вся борзота. Это эти огромные бакланы называются. Вон они. Видите? Тут чайки и бакланы. Ой-ой-ой, задрались, посмотрите. Задрались, задрались. Ой-ой-ой. Эти чайки не дадут мне покормить. Эти мерзкие чайки покормить мне не дадут. Придется из рук кормить. А вот наши гуси, видите, не все улетели. Вот они, красавчики наши. Здесь они зимуют. Не все, но зимуют. Посмотрите. Посмотрите, что творится. Вот как можно покормить гусей. Сухой хлеб они не хотят. Им надо мочить. А там чайки не дают. Вроде и люблю я животных и птиц. Но этих чаях это просто невозможно. Посмотрите. И вы думаете, они голодные? Да нифига подобного. это просто такие птицы мерзкие. Передерутся, все перехватают. Так вот сейчас я им кину отвлекающий маневр. Ой, ну что ж ты? Ну для чего ж ты схватил-то у меня? Ой, господи. Схватил у меня мой хлеб. Посмотрите. спрашивается, кого я кормлю. Кого я нончи кормлю? Гусей, лебедей или чарок? Посмотрите на вон ту пару. О, боже. А я включила поздно. Они такое сердечко сделали из своих шей. Ой, как красиво было. Слушайте, этих сумасшедших чаях даже боятся и гуси, и лебеди боятся. Они отбегают просто от этой толпы. Представляете? Это какой-то кошмар просто. Свора. Ну вот натуральная свора. На них не настачешься. Вторую буханку скармливаю, они все равно живут и живут. Скормила две буханки. Они как и не ели. Вот они, видите, как были голодные, так и остались. Лебеди красавчики. Вон они, видите, танцуют. Два красивых, посмотрите. Вот. Полюбуйтесь, как они красиво стоят. Посмотрите только. Прям любовь морковь. А вообще у нас в конце октября поменяли время. Отодвинули назад на зимнее. Сейчас вот еще только 4 часа, а такое впечатление, что уже темнеет. Вот. Сразу как-то резко уже в 6 часов темно. из-за того, что еще и сам по себе день уменьшился. А тут еще и часы перевели. У вас, наверное, не переводили часы, а у нас перевели. И, кстати, еще эти выходные 4-5 ноября, наверное, вы знаете, день Гая Фокса. Такой праздник странный довольно-таки для меня. Празднуют все англичане, они очень любят вот этот вот Гай Фокс. по-моему, 18 век он хотел подорвать парламент английский. В общем, как бы террорист такой. Вот. Но у него он заложил там со своими подельниками очень много под здание парламента очень много пороха. Но что-то у них не получилось. Их схватили раньше. Его бедного вот казнили. Взрыв не удался. Никто не погиб. Но, тем не менее, его как заговорщика одного, по-моему, только его и казнили. Все остальные смогли, как обычно, отделаться легким испугом. даже и раньше такое было, наверное, деньги творили. Вот. А Гая Фокса четвертовали ужасной смертью погиб. Ему, по-моему, было там 30 с небольшим. Вот. И теперь, вот как ни странно, несмотря на то, что он считается вот такой вот террорист, да, но, тем не менее, вот этот день почему-то очень любят праздновать англичане. Они меня вот этим удивляют. И здесь у них такой фейерверк. Вот 2 ночи гремит. И субботы и воскресенья это у нас было здесь такой фейерверк. Всю ночь петарды взрывали, всю ночь костры жгли, кто мог. И, в общем, вот это вот целый брейд у них. Это ночь Гая Фокса. Странная вещь. Для меня необъяснимая. Что этот Гай у них как народный герой вот сейчас. И вот это вот спать не давали. И субботы и воскресенья петарды взрывали. А я вот опять уже возобновила свои походы в бассейн. Конечно, на море купаться намного лучше, плавать, но холодно. Я не рискую. А вот в бассейн я хожу. Он благо недалеко от моего дома. Заодно кормлю своих птиц, гуляю. Ну вот, прогулка, кормежка птиц закончилась. Как-то накричали мне всю голову эти чайки, которых я, как вы знаете, не жалую. Ну вот, не знаю. Что-то как-то немножко подустало, раз и не хочется рассказывать. Я, знаете, что, единственное, пока не забыла, хочу вам сказать. посмотрите, кто не смотрел. Пожалуйста, фильм, сериал 2014 года Англия и США совместный фильм называется Чужестранка. Это там шесть сезонов, но я только начала смотреть. Я из-за этого фильма не высыпаюсь уже которую ночь, потому что оторваться просто невозможно. и показывает там Шотландию, Англию. Но это опять восемнадцатый век. Как они там боролись, война. Вот это якобистов 1745 года. Вот. Это как подавляли восстание англичане, шотландцев, которые решили свергнуть английского царя и поставить свою династию стюардов, которая была все время шотландская, как вы знаете. Но у них ничего не удалось, и очень страшно было подавлено это восстание. И вот про это конечно там в этот фильм, но он еще к тому же про любовь. И знаете, даже по-моему какая-то такая небольшая попытка, кто знает Игры престолов, что-то такое, потому что опять любовь, кровь, вот это все. Ну и там главная героиня красивая, особенно мужчина ее, муж второй, красавец, играет. И вы знаете, вот настолько интересно посмотреть, посмотрите, не пожалеете просто фильм, но я хочу сказать, что я только смотрю сейчас второй сезон, и что-то как-то второй сезон немножко меня разочаровывает. Знаете, как обычно, схватились они показывать очень интересно, все очень хорошо было, просто на одном дыхании, как говорится, все это смотрелось, все эти, весь этот быт шотландский, волынка, вот это вот, их вот этот кельт, юбка, ну и вообще природа шотландская, все настолько красиво, замечательно, вот, а потом как-то съехали, вы знаете, вот сейчас второй сезон начала смотреть, и что-то как-то немножко подразочаровываюсь, буду смотреть дальше, потому что там по роману какой-то английской писательницы, у нее это очень-очень-очень серия этих романов, и вот этот фильм снят. Посмотрите, друзья, а потом я вам расскажу, что навеял мне этот фильм, но это будет уже в другом нашем видео, а пока поехала я домой, всем доброго, удачи, всем здоровья, хорошего настроения, увидимся, счастливо!